В Днестровских Зорях зажгли Олимпийский огонь и подняли флаг. В субботу в лагере началась первая смена. Каким было открытие и чем занимаются дети целый день в лагере, узнавала Владлена Донковцева. Олимпийский огонь в Днестровских Зорях горит, но не греет. На открытии заезда дети танцуют в джинсах, кофтах и батниках. Сильный ветер, непогода не сбивает настрой на отдых. Каждый отряд представил свой баннер. Вот бандиты в панамках, а это экстремалы в шортах. Есть апельсины и фунтики. Сейчас в Днестровских Зорях отдыхают 335 детей. Это дети военнослужащих, школа-интернат села Парканы и те, кто приехал в лагерь по путевкам. Их больше всего. Многие ребята отдыхают в Днестровских Зорях не первый год. После открытия дети пошли развлекаться. На живописном берегу Днестра идет пленэр в беседке. Дети рисуют. В другой части Зорь мальчики и девочки играют вместе в баскетбол. Бросок и трехочковый у женской команды. А это новое направление в здравнице – тир. На мишени отмечают попадание. В этом году у нас открывается тир. Это будет соревнование между отрядами. Мы нашли пневматические винтовки. Все меры безопасности предусмотрены. А тут игрища с лопаткой. Чем лучше замах, тем точнее попадание в пень. На спортплощадке кидается уже мячом. Подростки играют в волейбол с вожатыми. Те, кто помладше отрядом, гоняют мяч на футбольном поле. После таких активностей нужно подкрепиться в лагере пятиразовое питание. На столах алюминиевые чашки и тарелки. Все уплетают первое, второе и компот. Как говорят самые главные гурманы-дети, еда тут вкусная. Здесь очень классно. Тут очень хорошо кормят. Очень весело. Мы очень часто здесь гуляем. У нас тут кружки, танцы актерские. Дискотеки. Очень круто. Каждый вечер бассейн. Вечером ребят ждал пионерский костер. Подойти близко к костру никто не решился, да и нельзя. Дети разместились на пеньках на безопасном расстоянии от огня. Первый заезд у детей завершится в конце следующей недели. Всего в лагере будет четыре заезда. За лето Днестровские зори планируют принять больше полутора тысяч детей.